Иван Янковский, Вова Адидас. Иван Янковский связал свою судьбу с актрисой Дианой Пожарской, широко известной по роли горничной Даши Канаевой в телесериале «Отель и Леон». До того, как их пути пересеклись, оба артиста находились в серьезных отношениях. С конца 2014 года Иван встречался с актрисой Верой Панфиловой, дочерью лидера рок-группы Алиса Константина Кинчева. Диана же в 2016 году вступила в брак с режиссером Артемом Аксененко. Фильм «Чемпион мира» 2021 изменил судьбы всех четверых. По сценарию картины Янковский играл шахматиста Анатолия Карпова, Пожарская, его спутницу жизни Веронику. Так уж вышло, что экранный роман перерос в реальный. «Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок, делится актер». Влюбленные сыграли свадьбу, а 26 июня 2021 года в их семье появился сын Олег, получивший имя в честь своего прославленного прапрадеда Леон Кемстач Андрей Пальто Васильев. Поклонницам Леона Кемстача приходится нелегко. Кажется, сердце юного актера уже не свободно. На показе последнего эпизода сериала Леон пришел в сопровождении обворожительной брюнетки. Ее имя – Мария Абрамова, и она известна публике по роли Анастасийки в сериале «Пищеблог». Девушка того же возраста, что и Леон. В ее профиле в социальных сетях пока нет общих фото со звездой, слова пацана. Однако Кемстач активно лайкает ее публикации, что говорит о явном интересе со стороны парня. Рузиль Минникаев и его будущая супруга Азиза Бекманова встретились почти 10 лет назад. В Казанском театральном училище девушка училась на курс старше. Азиза призналась, что Рузиль покорил ее сердце с первого взгляда. Прямо там, на торжественной линейке 1 сентября, она поняла, что Минникаев – ее судьба. Отношения пары сменялись периодами расставаний и бурных примирений. Когда Азиза засобиралась в Москву, чтобы учиться в ГИТИСе, Минникаев поехал за ней и тоже поступил без особого труда. Несмотря на юный возраст, Рузиль сразу начал задумываться о семье, да и родители дали свое добро. Пара не играла традиционную свадьбу, но провела никах мусульманский обряд бракосочетания. После ГИТИСа Азиза была вся в работе, начала сниматься в кино, получила несколько эпизодических ролей в крупных проектах. Но с рождением сына Ремеля актрисе пришлось поставить карьеру на паузу. Несмотря на кучу домашних забот, жена Минникаева все же находит время для участия в съемках и рекламных кампаниях. Кроме того, более четырех лет Азиза ведет занятия по актерскому мастерству и вокалу в детской театральной студии в Строгино. Никита Кологревый, Кощей. Никита Кологревый и Александрина Петиримова закрутили роман, еще будучи студентами ГИТИСа. Спустя шесть лет, в 2020 году, они отправились в ЗАГС, а вскоре в семье появилась дочь Есения. Увы, в 2023 году супруги объявили о расставании. По словам Никита, из-за загруженного графика у него не хватает времени на сон, еду, разговоры по душам и вообще на близкие отношения с кем бы то ни было. Кологревый отмечает, что они с Александриной пока не разведены, но в нынешних реалиях с ним сложно было бы находиться любой женщине. В то же время, в светскую хронику попали слухи о том, что у актера роман с основательницей бренда «Нижнего белья» Виолетты Анаприенко, участницей девятого сезона телешоу «Холостяк». Не исключено, что молодых людей связывает только дружба, но жизнь, как ранее отмечал сам артист, очень непредсказуема. Андрей Максимов, Вадим, Желтый, Желтухин. Андрей Максимов обрел счастье в лице артистки Софии Сливиной. София работает в МТЮЗе, куда она поступила после учебы в школе-студии МХАТ. За более чем десятилетнюю карьеру на сцене Сливина сыграла множество главных и второстепенных ролей. Актриса занята в половине репертуара. Интересно, что когда-то София чуть не стала супругой Марка Богатырева, звезды кухни. На втором курсе Сливина приняла от возлюбленного кольцо, но до свадьбы дела так и не дошло. Андрей и София, коллеги, Желтый, тоже трудятся в МТЮЗе. Сливина на 10 лет старше своего избранника, но влюбленным подобная разница в возрасте не мешает. Предложение руки и сердца Максимов сделал в день, когда шла премьера спектакля «Кошка на раскаленной крыше», в котором оба принимали участие. В феврале 2020 года пара сыграла свадьбу, а осенью на свет появился их сын, которого назвали Саввой. Анастасия Красовская, Ирина Сергеевна. Анастасия Красовская попал в мир кинематографа без специализированного образования, но уже успела принять участие в ряде крупных проектов. Но если о своих ролях артистка из Белоруссии говорит открыто, тема личной жизни для нее под запретом. Поклонникам только остается строить догадки, есть ли у Анастасии парень или нет. Многие полагают, что девушку связывают близкие отношения с сыном Олега Табакова и Марины Зудиной, актером Павлом Табаковым. Но вполне вероятно, что молодые люди являются лишь друзьями и коллегами. Они вместе снились в сериале 2022 года «Стая». Антон Васильев, Ильдар Юнусович. Антон Васильев женат на Оле Прокопович или Олени, как ее называют близкие. Избранница Васильева, старше его на 11 лет, она занимается издательским делом. Как ранее писали редакторы узнайвсе.ру, с юных лет Олену отличает страсть путешествиям и музыке. Именно на концерте она и повстречала своего будущего мужа. В семье подрастают две дочери. По утверждению Антона, он очень привязан к детям. Несмотря на насыщенный рабочий график, он всегда знает, где они, чем занимаются и с кем общаются. Когда девочки появились, то я сразу сказал себе, ну вот, это главное, что у тебя есть. То есть не карьера и профессия, а именно они, рассказывает артист. Юлия Александрова, Светлана Михайловна, мать пальто. Юлия Александрова и Андрей Першин, более известный как Жора Крыжовников, были однокурсниками в ГИТИСе. Их тесное общение зародилось, когда Першин задумал поставить в театре о партии. Установку по произведению Островского «Старый друг лучше». Друзья предложили Александрову на главную роль. Молодые люди сразу сработалось и сами не заметили, как и когда деловые отношения переросли в личные. Вскоре Юлия обнаружила, что ждет ребенка, прекрасный повод для свадьбы. В 2010 году у супругов родилась обожаемая дочь Вера. Александрова стала не только женой, но и музой режиссера. Она с удовольствием снималась в его ранних короткометражках, а затем и в полном метре и сериалах. Всего на счет у пары 11 совместных киноработ. Увы, накануне пандемии брак затрещал по швам. В начале 2022 года Юлия призналась, что они с мужем уже год как в разводе. «У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери. Мы не самые плохие люди, много сделали друг для друга. Споров не имеем, не грустите», – предупредила актриса. Фанаты убеждены, что супруги расстались с друзьями, и, несмотря на все трудности, Юлия еще будет участвовать в будущих проектах Крыжовникова. Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Диляра, мать Марата и мачеха Вовы. В 2008 году Светлана Смирнова сочеталась с узами брака с артистом Русланом Кацагаджиевым. Свою профессиональную деятельность муж актрисы начал в театре на Литейном, а с 2011 года он является частью коллектива «Театра поколений». Светлана тоже работает в этом театре, супруги нередко играют в одних спектаклях. Пара воспитывает двоих детей. Дочь Диана родилась в 2009 году, а два года спустя у супругов появился сын.